В России есть свои удостоверяющие центры и корневые сертификаты в ГУД с Минкомсвязи, но сертификаты там даются только на документы и торги, а для сайтов и программ надо ходить на погон к иностранцам. Да, это так, но на самом деле, если я не ошибаюсь, то для сайтов тоже есть гостовские сертификаты, но работают они по интересному алгоритму, для того, чтобы такой сертификат работал, нужно еще стороннее программное обеспечение типа CryptoPro программы. Да, это неудобно, да, не каждый согласится так работать, захочет, грубо говоря, заморачиваться с этим, именно поэтому мы и работаем только с иностранными удостоверяющими центрами для того, чтобы избежать лишних заминок, проволочек и так далее. И надо сказать, что многие именно государственные компании действительно покупают иностранные сертификаты. Так, если лидер телеком учредит правильный УЦ и будет добиваться поддержки в Яндекс.Браузере, законодательными инициативами в импортируемых ОС и браузерах можно сдвинуть с мертвой точки. Если честно, я думаю, что такие идеи у нашего руководства возникали, но на самом деле идея иметь удостоверяющий центр свой, собственный, это дело неблагодарное, и окупиться он сможет через очень большой промежуток времени. То есть требует очень больших вложений, как материальных, так и человеческих ресурсов. Поэтому я думаю, что просто никому это не интересно. То есть госсертификаты – это достаточно сложная тема, и она, наверное, беспокоит и интересует многих, но на самом деле, скорее всего, она просто того не стоит. Ну, мы, конечно, можем пуститься в размышления о том, что может быть, то есть действительно, может быть все что угодно. У нас может быть, как в Китае, изолированный интернет и только свои сертификаты, но пока, слава богу, такого нет. Продолжение следует...